А всем привет с канала Бринтим, и сегодня такой опять-таки обзорный ролик, так скажем, который больше идёт по обзору снастей. Это наши подсадчики. Как мы знаем, подсадчик это очень такая незаменимая вещь, особенно на фидерной рыбалке, карповой рыбалке. Что в принципе подсадчик делает? Подсадчик это длинная рукоять и сам сачок, то есть это дуга, которая обтянута сеткой для того, чтобы подцеплять рыбу. То есть при вываживании, чтобы она около берега не сошла, мы используем сачок себе в помощь. Их существует огромное множество. Опять уже по традиции скинул фотографии, допустим, сачка, который называется теннисная ракетка. Вот он. Сачка, который более-таки здоровый, карповый, куда можно поместить даже человека. Вот он. И допустим, что-то вроде портовых подсадчиков. Так вот у нас есть три подсадчика, которые отличаются друг от друга, и сейчас на примере их мы увидим основные отличия. Первый наш это вот такой вот. У него была раньше рукоять вот такая же телескопическая, и была вот эта голова. Стоил он 240 или 220 рублей в рыболовном магазине. Рукоять сломалась, потому что что вы хотите за такие деньги. И нашёл я на даче старую бамбуковую удочку, вот такую длинную. И очень туго примотал строительным скотчем. И теперь это хорошо держится. То есть для платвы, для уклейки во время ловли на поплавок, либо на фидер, чтобы особо вещей с собой не брать в каком-нибудь болоте, либо заливе. Это самое то. Рост я сейчас с трудом покажу, но давайте ориентироваться, что у меня метр восемьдесят. То есть почти метр семьдесят где-то. Единственный его минус, он неразборный. То есть в машину он влазит только, если его вперёд протаскивать в салон. Это единственный минус, а так, кстати, можно увидеть, что вот здесь вот уже порвалась сетка. То есть это самый обычный подсадчик. Которыми пользовались, наверное, ещё в Советском Союзе. Далее. Нашим приобретением было, это также телескопическая рукоять, которая вот такая небольшая. И вы могли видеть в ролике, собираемся на рыбалку с комфортом, что она замечательно влазит в сумку. Нашу рыболовную. Который раскладывается. Ну вот сейчас что было, он уже от старости рассох. То есть уже, вот он, он вообще раскладывается в два раза. И фиксируется при помощи вот такой вот пластиковой гайки. Сам по себе такой, ну это просто труба, рукоять из какого-то, из какой-то резины, либо из пластика. Тут всё пластик и внутри стальной винт. Вкручивается вот сюда вот такая голова, которая уже раскрывается вот таким вот образом. То есть мы берём две дуги, соединяем. И вот, пожалуйста, у нас есть большая голова. Да, надо будет в следующие ролики записывать лучше, хоть даже около дома, потому что ничего неудобно показывать, прям что-то большое. Вот такая вот голова. То есть уже вместимость вы видите. Допустим, здесь вот вся моя рука до сгиба. И внутри, наверное, он объёмом порядка 30 литров. Вкручивается он, значит, вот в эту гайку. Единственное, что это прижимается, конечно же. Этот подсак более чем нам нравился всё время, но просто уже износ физический берёт своё. Он удобен в транспортировке. То есть то, что он вмещается в сумку, лишнего места не занимает. Единственное, что крепление его, сетка здесь не обтянута, а она фиксируется при помощи вот такого вот колечка из проволоки. И, конечно же, большая рыба тянет. Это всё изнашивается. Вот можно увидеть, как дуга погнулась уже от старости. Но, тем не менее, ещё, я думаю, сезону 3 активной ловли он прослужит. На самом деле, вот этот подсачек, который я показал, это уже можно считать таким на большую рыбу. Потому что вот такой вот подсачек мы не будем использовать для ловли уклейки, либо мелкой плотвы. Это уже карась хороший такой, караб, либо лещ, сазан. Вот так вот он сматывается сразу. Здесь мы его обратно раскручиваем. Всё. Вот его походное положение. На улице дождь с громом, молниями. Хотели на рыбалку сегодня прийти. И, наверное, самое технологичное, что есть на сегодняшний момент у нас, это карповый подсак по типу подсаков от компании Carp Leader, либо Carp Zander. Это такая уже свинцовая, ой, что сказал я, это такая стальная, либо силумин труба, которая также есть ручкой из резины. Здесь уже вот этот зажим идёт стальной, также идёт механизм крепления и расплатывается он вот на стольку. То есть тут потолок примерно 2,50. Да, и вот эта рукоять 2,40. То есть она очень-очень длинная. Сейчас давайте даже я вот так-нибудь вот так покажу, ставлю в угол и протаскиваю вперёд. Вот так вот длинная рукоять, а голова представляет из себя вообще что-то, нечто. Вот по такому механизму голова раскрывается, и при помощи пластикового зажима она здесь фиксируется. Вот так вот эта голова выглядит. Вообще не вмещается даже в объектив, уже огромнейшего объёма. И прошу заметить, что если там была сетка из ткани, здесь это что-то вроде паракордовой, либо капроновой нити. Сразу хочется сказать, что он лучше. Почему? Потому что с него вода стекает, даже когда вы собираетесь уже с рубалки, всё. То есть он не будет гнить от воды. За счёт более таких прочных вот этих рамок и стенок, он более износостойкий, но и более тяжёлый. Так как первый подсадчик, который был показан, он вообще почти невесомый. Второй имеет просто, ну как вот свой там стабильный вес, так скажем. Это уже, я вам скажу, увесистая довольно вещь, особенно уже полностью в сборе с рукоятью подсака. То есть мы видим, это очень прям уже тяжёлая вещь, которую всё-таки на рыбалку там на два часа образно брать, я думаю, не стоит. Но на целый день, когда особенно нужно вытаскивать с больших расстояний, так как вместе с головой его длина составляет 3 метра. И особенно на обрывах, если рыбу надо прям, вы зашли по колено, всё равно не хватает длины. Прям берём и вываживаем при помощи подсака. И уже стоимость этого нового составляет порядка 1700 рублей. Это также Китай, но уже такой более фабричный, качественный Китай. А так, я сейчас вот вам сюда вставлю ещё фотографии подсаков, отдельно голов и рукояти. Так как подсак продаётся не только в сборе, но также ещё можно собрать отдельно голову, какую вам надо, и рукоять. Единственное, что стоит помнить о том, что не надо к карбоновой рукояти для ловли спортивной уклейки ставить вот такую вот голову. Всё должно быть параметрично и более, чтобы даже смотрелось. А так, давайте посмотрим сейчас этот фоторяд. И просмотрев этот фоторяд, хочется сказать, что спасибо за просмотр. Надеюсь, этот видеоролик был полезен и интересен для вас. Оставляйте опять-таки обратную связь, мы на всё отвечаем. Всем пока!